Сегодня поговорим о нюансах настройки локальной сети компьютеров на базе операционной системы Windows 10. В основном, в моем случае, мне это нужно для того, чтобы использовать общий принтер, а также для использования общей папки. Постараюсь рассказать обо всем вкратце, чтобы не занять много времени. Убедившись, что компьютеры находятся в одной сети, а также они подключены к одному роутеру. Мы можем приступить к следующим настройкам. В первую очередь, обоим компьютерам необходимо настроить общую рабочую группу и дать уникальное имя. Для этого переходим в этот компьютер через проводник. Правой кнопкой мыши жмем и свойства. Изменить параметры. И мы видим имя компьютера. Нажимаем изменить и даем имя. Также даем название рабочей группы. Оно должно совпадать со всеми компьютерами в сети, то есть быть одинаковым на всех компьютерах. В моем случае WorkRow. А имя уникальное. Далее нажимаем ОК. Применить ОК. Так мы делаем на всех компьютерах в сети. Следующее действие. Переходим в панель управления. Сеть интернет. Выбираем ваше подключение. Левой кнопкой мыши. И нажимаем Свойства. Здесь нам необходимо найти IP протокол TCP IPv4. Нажать на нем Свойства. И везде все выставить, получать автоматически. И IP адрес, и DNS сервер. Конечно же, можно здесь ввести все вручную. С учетом того, что IP адрес на всех компьютерах в сети должен различаться хотя бы последней цифрой. Ну а так в целом рекомендация. Нужно ставить все автоматически. Все должно работать. Нажимаем ОК. Так мы делаем на всех компьютерах в сети. Не выходя из настроек в сети, находим в левой панели Изменить дополнительные параметры общего доступа. И здесь необходимо установить частную сеть. Включить сетевое обнаружение. Автоматическую настройку можно галочку оставить. И здесь также включить общий доступ к файлам и принтерам. Далее открываем гостевую или общедоступную. И здесь также все делаем. Включить сетевое обнаружение и общий доступ к файлам. Все сети. Здесь общий доступ оставляем первый пункт. 128-битное шифрование. А вот внизу необходимо отключить общий доступ с парольной защитой. И нажать кнопку сохранить. Опять же делаем мы это все на всех компьютерах, находящихся в сети. В принципе, все должно быть готово для использования сетевых ресурсов. Но бывает такое, что все равно компьютеры не отображаются в сетевом окружении. То есть мы нажимаем сеть, а компьютеры в рабочей группе не отображаются. Значит, есть еще несколько нюансов, о которых следует знать. Так как это Windows 10, кстати говоря, Windows XP и Windows 7, ну в общем предыдущие поколения операционной системы Windows, настраивались куда проще, чем на данных устройствах. Разберем еще одну настройку. Это выбор типа сети. Нажимаем на сеть. Выбираем сеть. Открывается панель управления. Выбираем ее еще раз. И мы видим сетевой профиль. Здесь необходимо установить частный. Так как в общедоступных у вас будут закрыт доступ к принтерам и пайлам. Выбираем частные. После чего перезагружаем компьютер. Точнее все компьютеры в сети. Ну и естественно всю эту настройку устанавливаем на всех компьютерах, также в сети находящихся. После чего общие принтеры должны отобразиться. Установлены на определенном компьютере. А также общий доступ к файлам должен открыться. Давайте обратим внимание после перезагрузки. Открываем сетевое окружение и видим, что появились несколько компьютеров в сети. Те, которые были настроены. Также мы видим установлен на том компьютере принтер. При нажатии левой кнопкой мыши, в двойном щелчке, мы получим установку принтера на этот компьютер. То есть сетевой принтер. Но прежде чем это сделать, необходимо убедиться, что у вас открыт общий доступ на первом компьютере, там где принтер установлен. Давайте перейдем в панель управления и посмотрим, установлен ли общий доступ на принтер. Находим наш принтер, нажимаем двойство принтера, доступ вкладочку и смотрим, указан ли общий доступ к данному принтеру. Если нет, ставим галочку, нажимаем ОК. Еще раз перезагружаем компьютер и переходим ко второму, там где мы будем устанавливать сетевой доступ. Точнее, сетевой принтер будем устанавливать. Сетевой доступ мы устанавливаем здесь. При нажатии двойным щелчком мыши левой кнопки по принтеру в сети, мы получим его установку, очень быструю. Если, конечно, не требуется устанавливать дополнительные дриллера на данном компьютере. После чего мы можем войти в панель управления, просмотр устройств и принтеров и установить принтер, вновь установленный по умолчанию. После чего будет доступна печать. Забираем с тиски нужный принтер и ОК. Теперь принтер доступен со всех компьютеров, установленных в сети. Теперь давайте установим общий доступ к папке или файлам, находящихся на одном из компьютеров, находящихся также в сети. Выбираем папку, жмем свойства, выбираем вкладку доступ, ищем расширенные настройки и выбираем галочку «Открыть общий доступ к этой папке, имя общего ресурса» и нажимаем «Применить» и «Ок». Также в доступе можно выставить, что возможно делать с этой папкой, то есть чтение и запись или просто чтение. После чего папка должна стать доступной в сети, а именно. Давайте откроем сеть. Найдем тот компьютер в сети, на котором устанавливался общий доступ к папке, и видим, что она отображается. Просто отправим ярлычок на рабочий стол, и, пожалуйста, все содержимое папки доступно и на других сетевых компьютерах. То есть, в принципе, настройку сети мы закончили, так или иначе. Еще один нюанс, который, возможно, будет вам интересен. Вы все настроили правильно, все по моей инструкции, но вдруг у вас не отображается все равно один из компьютеров в сети. Почему? Причина одна-единственная. Вот у меня сейчас не отображался один из компьютеров в сети. Почему? Еще раз скажу. Значит, на одном из компьютеров в сети просто-напросто не было общих файлов и папок, а также общих принтеров. Поэтому причины отображаться ему здесь тоже не было. Для этого я просто создал общую папку на том компьютере, который не отображался, дал ей общий доступ, и все. Все сетевые ресурсы теперь отображаются. Также у меня есть видео по настройке синхронизации Windows XP и Windows 10, что, кстати, очень непросто настроить такую сеть. Ссылочку оставлю в описании. А также, если понадобится настройку роутера, также ссылка будет в описании. Если же после создания общей папки все равно не запускается один из компьютеров в сети, то есть мы не можем открыть эту папку общую, вот такое сообщение, то просто-напросто перезагрузите оба компьютера. После каждой настройки сети необходимо выполнять перезагрузку. Продолжение следует...